Менее суток остается до эпохального события для нашей страны. Экипаж корабля «Союз МС-25» с белорусской Мариной Василевской на борту отправится на МКС. И в аэропорт Крайний на Байконуре прибыл борт поддержки из Минска. На нем молодежь, научное сообщество, спортсмены, белорусы любящие космос. И главное — родные и близкие Марины Василевской и Анастасии Ленковой. Борт организован по решению президента Беларуси. Рейс действительно космический во всех смыслах. Васильки, звезды, космонавты, космическая леврея на лайнере. Рады за нее. Мы, конечно, приехали поддержать ее. Гордимся, да. Она всегда только шла вперед. Стремилась быть всегда только первой. И вот оказалась первой космонавткой, девушкой. Чтобы позитив был и успешный штатный старт, успешный полет и всего лучшего. Наша Марина лучше всех! Нашу Марину ждет успех! Сегодня на территорию Байконура, на территорию космодрома прибыли самые активные ребята, молодежь нашей страны, которая, конечно, приехала поддержать наш экипаж во главе с нашим командиром Олегом Новицким и, конечно, нашей белорусской Мариной Васильевской. Мы очень рады, что сегодня, наряду с большим количеством желающих, именно этим ребятам была предоставлена уникальная возможность. На Байконуре идут последние приготовления к старту Союза МС-25. Он назначен на сегодня в 16 часов 21 минуту. Телеканал «Беларусь-1» будет вести прямую трансляцию. Законопроект по вопросам обеспечения национальной безопасности одобрили сенаторы. Теперь постановка на воинский учет граждан мужского пола будет осуществляться с 17 лет. Раньше этот возраст достигал 16. При призыве на срочную военную службу данное новшество позволит максимально приблизить результаты медосвидетельствования. Также уточняется перечень военнообязанных, которым предоставляется отсрочка от призыва по мобилизации. Это касается наиболее социально уязвимой категории населения. Заседание 11-й сессии Совета Республики прошло под руководством спикера Верхней Палаты Парламента Натальи Качановой. Граждане, которые готовы участвовать в оборонных мероприятиях в мирное время, также будут иметь такую возможность в соответствии с новым законопроектом. Ряд трудовых отношений уточняется по выплате заработной плати, по отпускным вопросам для тех, кто призывается на воинскую службу. Также сенаторы одобрили еще один важный законопроект об ответственном обращении с животными. Теперь владелец питомца может его чипировать по собственному желанию. Проект закона также закрепил требования по содержанию животных и определил процессы по ограничению прав на владение животными. Что касается потенциально опасных пород собак, то действительно данная норма сохранилась. Как с 2001 года Советом Министров было принято постановление по данной категории собак, законопроект сейчас дублирует эту норму. То есть владельцы собак, которые требуют особой ответственности по их содержанию, обязаны будут пройти курсы, но и также существует повышенная ставка налога для этой категории собак. В том числе были одобрены законопроекты о кредитных историях, о торгово-промышленной палате и о противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции. По всей стране продолжается выдвижение кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания. В Гродно кандидатами в делегаты ВНС от ветеранской организации стали 10 человек. Все они имеют активную гражданскую позицию и готовы работать на благо своей страны. Это все люди, заслуженные в нашей области и в том числе в нашей республике. Есть должности и проседатели районных советов, и ветераны, которые заслуженные деятели строительной области, педагогическое труда. Люди старшего поколения – это носители исторической памяти. Сегодня на нас ложится очень большая и важная задача – передать людям, которые только вступают в самостоятельную жизнь, историю, традиции нашего белорусского народа, чтобы не была стерта память о тех жертвах, о тех испытаниях, которые легли на долю белорусов. Кандидатам предстоит пройти еще один этап – избрание на республиканской конференции Белорусского общественного объединения ветеранов. В Женеве прошла 55-я сессия Совета ООН по правам человека. На ней обсуждался доклад Верховного комиссара о ситуации в Беларуси. По словам постпреда нашей страны Ларисы Бельской, Беларусь твердо привержена обязательствам в области прав человека и подтверждает готовность взаимодействовать с государствами-членами ООН на принципах уважения государственного суверенитета, беспристрастности и универсальности. А сбежавшие из страны активисты транслируют из-за рубежа экстремистские призывы к наращиванию западных санкций против нашей страны. При этом данные персонажи, подчеркнула Лариса Бельская, ни юридически, ни фактически не представляют ни Беларусь, ни ее народ. Марионеточные структуры, полностью финансируемые за счет западных налогоплательщиков, пытаясь сохранить свои доходы и статус якобы политических оппонентов белорусских властей, идут на любые шаги. От распространения дезинформации до призывов к наращиванию западных санкций против Беларуси. Базирующийся на таких источниках доклад намеренно искажает реальную ситуацию в стране и игнорирует любые альтернативные точки зрения. Базирующийся на таких источниках доклад намеренно искажает реальную ситуацию в стране и игнорирует любые альтернативные точки зрения, обозначила пост пред Беларуси. И особо отметила, что реальная ситуация в Беларуси кардинально отличается от ложной картины, которую рисует доклад. А в центре государственной политики нашей страны всегда будут укрепления благосостояния народа, защита интересов белорусского государства и прав белорусских граждан, в том числе право на самостоятельное, эволюционное и мирное развитие. С 1 июля минимальный размер больничного в нашей стране будет зависеть от размера минимальной заработной платы. С нового года она составляет 626 рублей. Об этом сообщили специалисты Министерства труда и соцзащиты во время пресс-конференции. У тех, кто работает больше 10 лет, размер выплат за больничные также будет увеличен. Также дифференцируются подходы. Сегодня это усиливается страховой принцип. Если граждане застрахованы более 10 лет, то есть уплачивались за них взносы в бюджет фонда 10 лет и более, они получат возмещение утраченного заработка с первого дня заболевания в 100% размере. Те же граждане, которые не выработали плату взносов в бюджет фонда 10 лет, то есть у них до 10 лет страховой стаж, у них больничный листочек будет рассчитываться из размера 80% утраченного заработка. Больничные будут начисляться только по основному месту работы. При этом право на больничные будет определяться при условии нетрудоспособности по всем местам работы. Также вырастет размер среднедневного заработка. Теперь будут учитывать весь уровень дохода за 18 месяцев по всем местам работы, в том числе предыдущим. Сейчас же учитываются календарные дни за 6 месяцев. Второй республиканский слёт студенческих медицинских отрядов стартовал в Минске. Участниками проекта стали более 200 бойцов из Белоруссии и России. Нашу страну представляют 15 отрядов. С российской стороны в слёте принимают участие юные медики из Воронежской и Нижегородской областей, Пермского и Краснодарского края и Республики Татарстан. В этом году слёт посвящен двум знаковым датам – 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 105-летию системы здравоохранения. Поэтому программа у ребят насыщенная. Интерактивные площадки, конкурсы, викторины, экскурсии. Центральным мероприятием стала панельная дискуссия с участием ЦК БРСМ и руководства Министерства образования и здравоохранения. Белорусские студенческие отряды имеют замечательную историю. Я думаю, что каждый гордится тем, что имел эту историю в своей жизни. И, возможно, для кого-то профессиональное развитие и профессиональная карьера началась именно с белорусских студенческих отрядов. Для кого-то то место работы, которое было в белорусском студенческом отряде, потом стало первым рабочим местом. Для кого-то оно стало основным местом работы. Конечно, белорусские студенческие отряды предоставляют для молодежи широкие возможности развития, профессионального развития. Участие бойцов из двух стран стало практической реализацией соглашения между БРСМ и РСО по взаимодействию и организации совместных проектов. Мы уже второй год работаем вместе на трудовых объектах медицинской отрасли. Наши ребята, студенты-медики вместе работают как в медицинских организациях Российской Федерации, так и в Республике Беларусь. В этом году мы будем расширять наше сотрудничество, увеличивать количество трудовых проектов и, собственно, численность нашего студотрядовского движения в медицинском направлении. За прошлый год более 600 будущих врачей и медсестер отработали в составе порядка 90 студенческих медицинских отрядов.